всем привет и хорошего настроения друзья сегодняшний наш обзор я хочу посвятить наступающей скоро знаменательной дате 97 лет проводного радиовещания в нашей стране да именно так 21 июня 1921 года день открытия конгресса коминтерна третьего конгресса коминтерна если быть точным москве на театральной серпуховской елоховской андронийской площадях а также на девичьем поле и у краснопресненской заставы жители москвы услышали передачу последних известий по уличным громкоговорителем с этого дня ежедневно с 21 до 23 часов проводились радиопередачи в одной из комнат московской телефонной станции были установлены два усилителя изготовленные на казанской радиобазе этот день принято считать началом развития проводного радиовещания в стране в том понимании в которое мы вот в это понятие и вкладываем в принципе 97 лет немалый скажем так срок и это проводная радиосвязь в общем-то немало скажем так полезных вещей принесла нашей стране нашему народу населению от последних известий вестей с полей там до в общем-то такой важнейшей вещи как оповещение в годы войны налетах фашистской авиации все конечно помнят по фильмам этот ритмичный размеренный мерный стук метронома по радио так граждане воздушная тревога да вот так вот оно и было и вот такие вот громкоговорители тарелки висели в каждой ленинградской допустим квартире в годы блокады сообщая о том что летят фашистские стервятники чтобы разбомбить наши так сказать города и мирных граждан вот такой простейший прибор картонная тарелка их так и называли тарелки громкоговорителем вот данный аппарат к сожалению не конечно не подлинный но сделан на муромском радиозаводе называется ретро муромец 3 и полностью выполняет функции свои выполнен тем же заводом который в войну клепал вот эти громкоговорители репродукторы для граждан для оповещения из тех же материалов даже ведь даже шнур сетевой его оснащен такой мощной солидной карболитовой вилкой с надписью радио и соответственно сам собственно шнур такой матерчатой оплетки вот этот аппарат даже работает в принципе вот хотя работает почему-то довольно тихо потом разберусь и вам соответственно про него отдельно расскажу вот ведь все просто вешается на стену посредством вот такого нехитрого приспособления и вещает издавая так сказать звуки посредством колебания вот этой вот бумажной да именно бумажной вот этой вот тарелки вот две клеммы такие которым просто прикручиваются провода от радиотрансляционной сети а вот эта третья штучка это регулятор громкости это регулятор громкости но речь на сегодня пойдет конечно не о нем как я уже сказал поговорим об этом следующем нашем обзоре я вот вам сегодня только так вот для исторической так сказать справедливости показал вообще я сегодня хочу остановиться на собственно говоря не на обширном семействе радиотрансляционных вот этих аппаратов которых у меня в коллекции на самом деле достаточно много вот я могу показать вот от красивейших таких как вот это балтика балтийский пардон с расстроенными колоннами адмиралтейством на лицевой панели в карболитовых корпусах всяких других прочих вот довольно большое количество и вот такие и вот секи и малявки и малютки и все что угодно обо всех а них хотелось бы снять обзор попадаются даже такие интереснейшие редкие с календарем перекидным смотрите да то есть путем вращения данного календарика мы соответственно получаем переход в числа переход даты с одного дня на другой но не суть а сегодня я хочу рассказать вам немножко трех программных громкоговорителях это отдельная разновидность репродукторов сетевых были вот такие простые всем известные которые вещали у нас висели в учреждениях организациях просто на кухню у граждан сейчас они вполне работа способны сейчас они доносят скажем так новости до радиослушателей но принимали они только одну как вы понимаете программу вот 60-х годов прошлого века вы знаете точную дату не установить пока не удалось в нашей стране начало развиваться широко трехпрограммное радиовещание или как вот иными словами еще называли высокочастотные уплотнение радиосетей проводного вещания то есть по таким же обычным проводам радиосете передавалась не одна программа а 3 как это достигалось достигалось это так что значит одна программа первая основная для приема обычными приемниками передавалась просто в аналоговом так сказать варианте на обычных звуковых частотах на звуковой частоте а две дополнительных программы передавались высокочастотным исполнением вот модулированные высокой частотой то есть и грубо говоря вторая программа передавалась на частоте 78 килогерц нанесущей частоте 78 килогерц а третья на частоте 120 килогерц вот ну с амплитудной естественно модуляции нечистотной вот и воспроизведение этих так сказать программ осуществляло через трехпрограммный приемник проводного вещания который по сути своей представляла себя внутри вот этого корпуса находятся приемники прямого усиления на фиксированную частоту фирм и частоты 78 килогерц и 120 килогерц то есть для второй и третьей программы проводного вещания вот значит тут у меня был день рождения мне коллеги по работе большое им спасибо низкий поклон два замечательных товарища александра совершенно независимо друг от друга подарили вот два таких приемника я трехпрограммный вообще не коллекционирую но так сказать пусть будут все-таки подарок один из них довольно скажу так не частый редкий этот трехпрограммный приемник называется аврора он стоял у истоков один из первых наших отечественных трехпрограммников но и менее редкий но тем не менее тоже довольно старенький такой трехпрограммный радиоприемник маяк 202 маяк 202 вот сейчас мы о них поговорим подробнее увидим их так сказать в работе а я пока хотел бы несколько немножко остановиться так сказать на истории развития трехпрограммного радио и проводного радиовещания в нашей стране вообще и так значит шестидесятых годов по некоторым сведениям 62 года начались началось внедрение системы трехпрограммного проводного вещания естественно для приема данных программ потребовались соответствующие аппараты и вот одним из первых а вернее это же самым первым в нашей стране трехпрограммным радиоприемником был трехпрограммный радиоприемник вента или еще по-другому он назывался rtv 61 который выпускал с первого квартала 1961 года рижский электромеханический завод ну да прибалты были здесь тоже как бы первыми меня к сожалению в коллекции вента этой нету я вам могу показать как он выглядит на компьютерном изображении вот такой асимметричной формы интересные затянутые радиотканью передней частью радиоприемник вента видите такой совершенно такой футуристический дизайн карболитовый корпус ну вот и собственно говоря вот радиоткань как у ламповой аппаратуры коричневого цвета довольно такой большой массивный приемчик вот он был собственно говоря первым он был первым и с него так сказать и началась вся наша трехпрограммная вот эта история в другом ракурсе выпускался он в соответственно в риге на рижском электромеханическом заводе это был 61 год помимо этого шестьдесят первом же году тоже с начала шестьдесят первого года рижский завод радиотехника выпускал приставку трехпрограммного вещания птв-61 птв-61 то есть вента был ртв-61 а приставочка называлась птв-61 это одна из первых отечественных приставок для приема двух дополнительных высокочастотных радиопрограмм передаваемых по уплотненной сети проводного трансляционного радиовещания приставка могла работать совместно с любым абонентским громкоговорителем питаясь от электрической сети да я конечно забыл упомянуть но вы сами знаете для того чтобы эти приемники программные работали им требуется питание от электросети в отличие от обычных репродукторов которые так сказать не требуют никакого питания электрического а работают собственно горят радиорозетки вот так выглядела программа приставка сейчас побольше покажу трехпрограммного вещания птв-61 вот видите переключатель программ у нее сверху и регулятор громкости то есть к ней подключаем динамика в ней естественно не было не подключаем любой так сказать приемник репродуктор обычный в розетку которая была на задней части этой приставочки вернее на боковой и она собственно говоря превращала любой репродуктор в трехпрограммный радио приемник вот такая вот интересная мысль была это значит был скажем так второй второй аппарат ну и наконец третьим который был перед авророй был приемник трехпрограммный рига ртв-64 который с 1964 года выпускала доугавпилское предприятие оц 78 дробь 3 это оц 78 дробь 3 шрифт шифр исправительно трудовой колонии белый лебедь представьте то есть довольно неплохие интересные приемники лига выпускала колония белый лебедь ватвийская где содержались такие опаснейшие по тем временам преступники вот так выглядел этот приемничек рига и он уже очень сильно напоминает нам нашу аврору которую мы сейчас будем рассматривать деревянный корпус обратите внимание радиоткани уже не было то есть передняя панель пластмассовая вот значит два регулятора включения в сеть выкрыли регулятор громкости и вот на переднюю панель были вынесены регуляторы чувствительности по каналам трехпрограммные все приемники имеют регуляторы дополнительной чувствительности по высокочастотным каналам вот последующих моделей они уже были спрятаны значит на заднюю панель то есть ну собственно говоря и вот после вот этой риге 1964 года выпуска наконец-то был выпущен радиоприемник трехпрограммный трехпрограммный приемник аврора он выпускался с начала 1967 года по 1973 год то есть этому приемнику сегодня уже 51 год 51 год это полноправный раритет даже по всем сказать правилам таможенного искусства давайте познакомимся поближе с этой авроры выпускал его леонозовский электромеханический завод выпуск данного трехпрограммного приемника аврора был приурочен к юбилею 50-летию октябрьской революции и назван он был авроры конечно не в честь богини восхода так сказать авроры а в честь кресера аврора как вы наверно уже догадались вот значит и данный приемник выпускался нескольких вариантах оформления я все-таки полагаю что основой для его создания был бы ранее рассмотрен нами радиоприемник рига но аврора в общем-то приняла ее лучшие черты и вот один из вариантов оформления вы видите у меня так сказать перед вами а вот так же были авроры несколько другого внешнего вида вот такие были авроры видите да то есть передняя часть была оформлена такими вертикальными так сказать вертикальными штрихами решеточки декоративной пластмассовой и рукоятки были выделены в отдельный блок ну и надпись аврора выглядела на ней тоже по-другому видите такая более крупные квадратные буквы в передней части здесь же аврора у нас написано как бы неким таким рукописным шрифтом вот но еще один из вариантов авроры оформления могу вам показать этот в принципе уже ближе к тому что мы с вами рассматриваем вот только после просто вырезан несколько других тонах черно-белых давите аврора здесь уже надпись стилизована более близко потому что что мы с вами какой из них более ранее какой из них более поздно сказать я к сожалению не могу данной информации у меня нет вот это это аврора которым с вами видим она вполне рабочие то есть деревянный как я уже говорил корпус ну естественно это фанера многослойная оклеенная шпоном ценных пород дерева а вот впереди решеточка у нас пластмассовая фальш-панель такая несколько выступающих вперед рельефная вот надпись аврора снизу ножки на которых вся эта конструкция стоит да тоже все деревянно полностью деревянный корпус и две рукоятки одна из них включатель выключатель сети она же переключатель каналов первый второй третий а вторая регулятор громкости вот то есть ежели данный аппарат у нас не включен в сеть то мы можем принимать на него первую программу проводного радиовещания если нет питания допустим вот сейчас у нас выключен если мы его включим нормальный поступок вот сейчас сейчас мы принимаем первую программу радиовещания как-то предвинуть историю показать что это норма а ведь тогда также было вещает довольно громко сдавали для военнослужащих и нужно сказать что пятая часть всей крови которая была получена и на театре военных действий поступила была как раз из ленинграда из блокадного ленинграда и вот мы хотим как раз это донести до сегодняшних граждан российских блокадом что давать кровь необходимо она всегда нужно да действительно мы говорим о традициях гуманизма и милосердия нашей медицины и у нас представлены работы художника владимирова где как раз раскрываются отдельные события связанные с оказанием помощи на полях первой мировой войны когда наш русский солдат выносит японца и рядом японец выносит поле боя российского военнослужащего так у нас отключен давайте попробуем пощелкать по программам это закрытие 2 канала радиовещания проводного ну и вот 3 он принимает почему-то несколько тише нас на 120 килогерц и какая-то свистящая помеха всегда прослеживаются у нас петель и проводной радиовещание вполне вещает и и Продолжение следует... Продолжение следует... В лучших традициях ламповая аппаратура тех лет, 67-й год, оформлена соответствующая, то есть имеется перфорированная задняя стенка из арголита, я ее специально даже не привинчивал, мы сейчас даже заглянем внутрь этому аппарату. Вот это провод для радио, вот это провод светевой, воткнут он не в свое гнездо, почему я вам сейчас чуть попозже объясню. Вот, что интересного мы можем наблюдать на этой задней его стеночке. Ну, естественно, ушки для подвешивания на стену, или можно вот на таких деревянных ножках оставлять стоять на вертикальной поверхности. Написано, чтобы все поняли, что же это такое из громкоговоритель трехпрограммного вещания. Аврора. Вот тут некий логотип, видимо, Леонозовского завода. Точно говоря, даже не знаю, где город Леонозово находится. Вот, но тем не менее, вот логотип, некая ромашка, напоминает знак фестиваля молодежи, студентов. Вот, а также серийный номер, обратите внимание, то есть номерные приемники выпускались, 123133. Выход под магнитофон, интересная деталь, то есть 67-й год, а уже думали о том, чтобы, так сказать, магнитофон. Можно было подключить и что-либо записать из передаваемых трех каналов. Кстати, передавались в довольно приличном качестве, за исключением, вот, говорю, третий канал, почему-то всегда шла свистящая высокочастотная помеха. Цена 18 рублей, вот, для 67-го года, в принципе, довольно высокая. Цена, как бы, зарплаты тогда там были минимальная, по-моему, порядка 70, а, пардон, тогда еще, нет, уже реформа денежная была, порядка 70 рублей. Вот, напряжение радиосети 30 вольт. Хотел заострить ваше внимание на этом моменте, потому что на стране применялись два напряжения трансляционной радиосети. Обязательно эта надпись должна была быть. В Санкт-Петербурге, в Ленинграде, пардон, тогда, 30 вольт было, а в Москве было, и в большинстве городов СССР было 15 вольт, то есть поменьше. Вот, не лишняя надпись, внимание, в осветительную сеть не включать, не лишняя почему, потому что вилки у них, вы знаете, абсолютно одинаковые были. Вот, и что для, так сказать, вот радио, я сейчас вытащил, у нас приемничек замолчал, да, я сейчас покажу, вот она вилка-то. Ну, конечно, она имела некие отличия, она была меньше по габаритам такая, потоньше, чем вилочка, и на ней написано было для радио, да, то есть чтобы там, ну, а кто, мало ли там, бабушка какая или малец читать не умеет, раз ее в радиосети, и все. Вот, если это был, допустим, приемник, такие же вилки были и у обычных, не трехпрограммных, однопрограммных. Если это обычный приемник, он в сети моментально, конечно, как вы понимаете, сгорал в 220 или 127 вольт, вот, и вторая вилка была сетевая, как бы шнур от нее выходил вот отсюда, отъемный, разъемный шнур. Почему у меня сделано немножко по-другому, вот этот вот такой убоговатый шнур торчит не из надлежащего места, потому что с приемником, с этим шнура, к сожалению, не было кабеля питания, вот. А здесь такая довольно хитрая конструкция вот этого питающего шнура, что не сразу и разберешься. В нем же стоит предохранитель, он же является переключателем сетевого напряжения. Как вы знаете, у нас длительное время в стране было напряжение 127 вольт, потом 220 был принят стандарт, но во многих местах еще оставалось 127 вольт. Поэтому при помощи вот этого разъема, так сказать, питания, можно было переключать обмотки трансформатора блока питания данного аппарата на 127 или на 220 вольт. Вот, ну и если, как бы, скажем так, не знаешь, как оно устроено, вот это все дело, если у тебя нет родной вилки от данного разъема, она такая черная, напоминающая вилку от старых электрочайников, то понять, что к чему здесь довольно сложно. Здесь пять контактов, раз, два вот эти, видите, и там внутри в углублении таком прямоугольном еще три контакта. То есть подавающееся напряжение питания здесь должно было, так сказать, путем поворота вилки влево или вправо можно было переключать. Если поставить неправильно, допустим, включить, сесть на 220 вольт, а вилку поставить на 127, то трансформатор, конечно же, непременнейшим образом сгорал. Вот, если кому интересно, могу, так сказать, рассказать, как эта вилка, в общем-то, должна соединяться и как у нее подсоединено сейчас. Вот на этом рисунке изображена, собственно говоря, вот эта вот часть. То есть мы видим два вот этих контакта, два штыря, вот, на них должно подаваться 220 вольт. А три контакта, вот красным выдвину расположены в углублении, они как раз являются переключателем питания. Вот теперь эта вилка вид сбоку, вот этот разъем. Вот сюда мы подаем 220 вольт, то есть вот они, эти контакты. А вот, если мы разберем этот приемничек, доберемся до этой вилки, то на заднюю часть увидим вот эти три контакта, которые спрятаны в углублении. То есть для того, чтобы запитать данный аппарат, не имея вот этой вилки, они не только на этих приемниках были, они на многих магнитофонах встречаются, старых. Вот, на электропроигрателях, по-моему, даже были. Вот, так что, я думаю, информация, может быть, будет кому полезна. Значит, вот к этим двум штырям мы присоединяем каким-либо образом. Лучше всего, конечно, припаиваем сзади к проводам, подсоединенным к этим штырькам, отсоединив их предварительно на штыре, чтобы нас потом током не шибануло. Подаем на них 220 вольт. Центральный контакт на ответной части этой вилки мы соединяем с одним из боковых контактов, замерив предварительно максимальное сопротивление. То есть, как вы понимаете, обмотка на 220 вольт трансформатора сетевого должна иметь сопротивление больше, чем обмотка на 127 вольт. Первичная обмотка. То есть, клеммы штыри или клеммы омметра тестера подсоединяем предварительно к вот этим штырям на 220 вольт. А далее, поочередно закорачивая центральный контакт либо с этим, либо вот с этим боковым контактом, находим максимальное сопротивление. Что-то порядка 700-800 Ом должно быть это сопротивление. И вот так вот его, соответственно, запаиваем. Дальше сюда уже подаем напряжение. И мы, соответственно, можем запитать данный приемник, как это у меня в данном случае сделано. Ну, в таком варианте у нас как бы исчезает сетевой предохранитель. То есть, сетевой предохранителя у нас не получается. Но если нет вилки, а хочется все-таки приемник включить в работу, то иного варианта у нас нет. Вот так вот выглядит и работает этот замечательный аппарат. Благодаря тому, что вот видите, задняя стенка у него перфорированная. И динамик у него находится там, хотя и такой достаточно слабенький. Тем не менее, вот он выдает довольно приличный звук благодаря резонансам своего деревянного корпуса. Ну, наверное, неплохо продуманного для пластмассовой решетки. С радиотканью, наверное, еще лучше бы сгущал. Вот. И вот, как бы, принцип его работы, акустики, акустической системы, в общем-то, скопирован с ламповой радиоаппаратуры тех лет. То есть, открытая сзади акустическая система. Вот. Ну, обещал я вам, что мы в него заглянем вовнутрь, да. Поэтому давайте сейчас отвинтим вот этот винтик. Единственное, на котором он у меня привинчен, несмотря на то, что он сейчас включен в сеть. Давайте мы к нему вовнутрь все-таки заглянем аккуратненько. Родной его шурупчик. Стараясь, так сказать, чтобы нас не поразило электрическим током. Вот его, собственно говоря, конструктив. Смотрите, как все, скажем так, просто доступно. На отдельной плате смонтирована радиочастотная часть. То есть, вот эти два приемника прямого усиления с их контурами. Вот они, контурные катушки. Вот. Сдвоенный регулятор громкости. Вот эти вот два предохранителя, кстати, они спрятаны прямо вот под кожухом. То есть, все-таки здесь есть определенная защита. Если вы по неопытности воскнете провод радиосети в электрическую сеть, то сгорят вот эти два предохранителя. И разобрав приемник, вы можете, так сказать, восстановить его работоспособность. Если в это время не погорят остальные, за короткий промежуток времени, пока перегорают охранители, если не успеют сгореть там транзисторы и прочие детали, которые находятся внутри аппарата. Вот такой старого типа оваленький овальный динамичек, прикреплен к щиту звуковому акустической системы. На отдельном, скажем так, отдельным блоком смонтирован блок питания. Здесь у нас расположен трансформатор сетевой с двумя обмотками первичными на 127-20 вольт и с обмоткой вторичной, которая разделена на две половины, потому что здесь используется двухполупериодный выпрямитель. Не знаю, почему не поставили мостовую схему, сделали вот такой двухполупериодный выпрямитель напряжения на двух диодах типа D226. И вот конденсаторы фильтра большие здесь установленные. Это же у нас выходной трансформатор, который, собственно говоря, выдает на динамик уже звуковую частоту после преобразований всевозможных. Вот такой простой, как бы, достаточно добротно собранный. Вот пакетный переключатель. Видите, какой пакетный или галетный, как мы его правильно назовем, да? Вот если мы его щелкаем, вот тут видно, как он у нас переключается. Включая, выключая аппарат и переключая программу. А вот эти вот два резистора, рукоятки от которых выведены на, в общем-то, заднюю сторону нашего аппарата, это регуляторы чувствительности по каналам. Как они работают, я вам сейчас покажу. Сейчас мы с вами включим в сеть данный аппарат, дадим громкости. Так, вот он выключен. Вот первый канал. На первом канале они не задействованы. Началось и во Франции, и в Польше. А вот так. Видите, вращая их мы... Меняется громкость. Вот особенно это влияет на третьем канале. То есть, меняется чувствительность при приеме. Нужны они для того, чтобы на одинаковую громкость настроить все три канала. Вот это третий. Вот так он у нас. Минимум. Так, максимум. Эть. Ну, на втором почему-то выражено менее ярко. Вот, собственно говоря, про эту красивую, старенькую, 51-летнюю Аврору я вам все и рассказал. Давайте мы поблагодарим ее за работу. И выключим. Ну, и вот, смотрите, маяк. В принципе, по размерам почти идентичный, да. Аппараты такие довольно немаленькие, как вы понимаете. Ну, тогда как-то так особое, скажем так, внимание занимаемому аппаратному месту от них особо не уделял. Да, ну, большие-большие работают, главное. Ну, тем более, приемники эти были медиа-центрами на многих кухнях в 60-е, 70-е годы. То есть, другой-то, как бы, информации и телевизоры были не у всех тогда, не говоря уже о магнитофонах там и радиоприемниках. Вот. Поэтому, как бы, собственно говоря, вот такого плана медиа-центра они, в общем-то, эстетически такие старались выдержать их, ну, чтобы не совсем уже страшные были. Вот. И люди их любили, ценили и слушали. У некоторых они целыми днями выунили, что это там тихонько на кухоньке. Вот. И практически не выключались. Я это знаю по примеру своих родственников. Вот. Действительно, так оно и было. Вот Маяк-202. Сейчас вам расскажу немножко про этот аппарат. И, опять-таки, хочу напомнить, что большую часть информации, которую я сообщаю в своих обзорах, я получаю на замечательном сайте Валерия Харченко, отечественная радиотехника 20-го века. Огромное спасибо Валерию. Низкий ему поклон. Вот. Маяк, на самом деле, 202-й, который мы с вами рассматриваем сейчас, это, в общем-то, представитель такого, ну, немалочисленного семейства маяков с трехпрограммных приемников. Ну, как вы знаете, были маяки и магнитофоны, были маяки и приемники сети, эти самые, скажем так, транзисторные радиоприемные. И вот маяки, трехпрограммники, конечно, тоже были. Первый радиоприемник трехпрограммный маяк с первого квартала 1970-го года выпускал, кстати, также Леонозовский электромеханический завод. И вот этот самый первый маяк, он выглядел вот таким образом. Такая интересная у него была внешность. Вот, посмотрите. Вот это был первый маяк, тоже Леонозовский завод выпускал. Программы переключались вот таким вот штыречком. Первая, вторая, третья. Ручка регулятора громкости была вот здесь. Здесь есть горделивая надпись «Маяк». Это был самый первый маяк. Значит, наш маяк, наш маяк, который мы с вами рассматриваем, выпускался с 1977-го года и тем же Леонозовским электромеханическим заводом. Но также его уже, к его выпуску приступил и еще некий Кимовский радиоэлектромеханический завод. Приемник «Маяк-202» мы сейчас с вами, так сказать, перед собой видим. Он отличается от «Авроры» несколько пониже, но зато, по-моему, чуть-чуть, нет, не подлиннее, такой же, по размерам практически идентичный. Ножки у него пластмассовые. Корпус у него уже тоже весь пластиковый полностью, включая заднюю стенку. В отличие от «Аврориной», она такая уже не деревянная, а тоже пластиковая, да. Также находится сзади регуляторы чувствительности каналов. Их здесь три. Вот. Сверху расположены кнопки, то есть здесь не пакетный переключатель, а кнопочный переключатель. И в отличие от своего предшественника первого маяка, он тоже вот уже пошел такой более современный кнопочный переключатель. Для того, чтобы прослушать на нем, не включая его в сеть, а какую-либо программу, нужно, соответственно, нажать вот эти две кнопочки одновременно. То есть вот здесь обозначение из первая, вторая, третья программки. Также кнопка «Вскл» красная и регулятор громкости такой полуутопленный. Вот. А между первой и второй кнопкой написано «Первая П». То есть они объединены фигурной скобочкой. И для того, чтобы слушать приемник, не подключая сетевое напряжение, можно нажать вверху. Да, в юных ленинцев. Вот сам кидался. Вот такая юность, не комсоможная моя. Так мы слушаем первую программу. Я не помню, что в моей связи имели какие-то патриотические песни. Ну, кто же довольно громко думает. Я вообще думаю, что, наверное, какая-то была особая эпоха вот этих военных песен. Потому что, несмотря на такое жутко тяжелое, в страшное время, в этих песнях уже была правда. Вот видите, если мы нажмем просто первую программу, то мы ничего не услышим. Для того, чтобы услышать первую программу, не нажимая вторую кнопку, нужно нажать кнопку сети. Он тогда еще громче будет играть, потому что включится уже усилитель. Темной ночью простилась она на ступеньках крыльца. И пока за туманами видеть мог паренек. На окошке на девичьем все горело гонек. Это старая программа. Объект 22. Объект 22. Объект 22. Объект 22. Радиус предстатки, что ли? На маяке. Маяк на маяке. Замечательно. А что по третьей? Ну, третьей опять-таки. Видите, слышно, плоховато. Классический произведение. И какой-то высокочастотный свист. На 120 кГц. И громко снижим. Ну, как бы, есть три регулятора, да? Так, и по третьей программе вот эта вот. Нет, стоит на максимум. Вот, понятно, для чего здесь три регулятора. Тут еще можно регулировать первую программу громкость при работе от сети, так сказать. Уровень усиления регулируется, как вы видите. Вот. Леонозовский завод опять оставил здесь свой логотип. Некий цветок ромашка, не ромашка. С синусоидой посередине. Вот громкость, да? Убавим. Ха. Интересно. Вон тут еще сохранился даже некий инвентарный номер. 16300, там что-то такое, что говорит о том, что этот прибор исправно работал в каком-то учреждении, вероятно. Вот. Какая еще полезная информация есть у него на Данесенке? Громкоговоритель трехпрограммный. Вот как его обозвали, в отличие от Авроры. Аврора у нас названа, по-моему, по-другому. А нет, тоже громкоговоритель трехпрограммный. Извините, был неправ. Вот так вот называются в Леонозове эти аппараты. Громкоговоритель трехпрограммный. ГТ-2, ГОСТ-18286-72. Ну да, 1972 год. Чувствительность подписаны регуляторы. Цена 20 рублей. Вы посмотрите, с 1967 года всего на 2 рубля подорожал. Ну вот, хотя, честно говоря, ну прибавилась там функция регулировки громкости по первым каналам. Внимание, радиошнур в электросеть не включать. Напряжение радиосети, опять-таки, указано 30 вольт. Радиошнур выходит из отдельного, так сказать, гнезда. Здесь имеется выход, но только тут не написано про магнитофон, а написано ДОПГР, что, вероятно, означает дополнительный громкоговоритель. Здесь вот, опять-таки, тоже утрачен этот сетевой шнур. Я тут поступил совершенно не по-человечески. Подсоединил его просто никогда в жизни так не делаете. Намотал концы этого шнура на штырьки вот эти, ничего не переделывая. И закоротил место под предохранитель. Никогда так не делайте, это безобразие, это вообще очень опасно. Но это чисто для демонстрации, чтобы шнур не паять. Вот, давайте мы его выдернем из сети и посмотрим, как он выглядит внутри. Или хотя давайте еще разок его послушаем. Все-таки неплохо играем, но согласитесь. А вот те песни, которые так не записались, но все-таки они остались в памяти. Вот их поют, их нигде нет, их не найти, их нет у коллекционеров. Я понимаю, что секрет долголетия песни, наверное, так остается секретом. Но, как вы думаете, в чем все-таки секрет долголетия песни? А вот по Аврору, как вы поняли, первую программу с усилением визгло нельзя. Запоминается иногда, вот запоминается лицо. Вторая программа. А ну-ка, добавим чувствительности. Даже искажения. От собственной мощности. Ну и третья. Максимальная доступная нам громкость на третий. И вот эти высокочастотные свисты. Видимо, что-то с фильтрацией в сети этой. А может помеха какая-нибудь идет на 122 кГц в сети? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот сеть отключаем. Конденсар разряжается. Ну-у-у, затух звук. А теперь нажимаем для кнопочки сразу. Субтитры создавал DimaTorzok То есть, только первую программу можно принимать вот так, без сети, без усилителя. Без электросети, без усилителя. Ну, это максимальная громкость. Так, а насколько громко принимает первую программу без, скажем так, вот этот аппарат у нас? Так, ага, вот. Стерео. Аврора громче играет. Ты меня ждешь, и у детской кровати не спишь, И поэтому знают со мной Ничего не слушают. Мы начали разговор с того, что песни Великой Отечественной дороги не только тем людям, чье детство, юность или молодость пришлись... Неплохо, кстати. В 41-й, 42-й, 45-й годы Мы сегодняшним молодым, Которые знают и любят те песни. Один из них, выпускник Санкт-Петербургской консерватории Петр Захаров. Те песни, которые я с детства слышал... Вот, ну, давайте все-таки заглянем Напоследок вовнутрь маяка. Ради интереса Отключим его сначала от сети. Что-то у нас толком не шарахнуло. И посмотрим, как он таки устроен. Вот, видите, каким образом присоединил этот крош. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, стыдно, безобразно. Так, ну, теперь можно и уйти из радиотрансляционной сети выдернуть. Вот, четыре винтика держат данную крышечку. Открываем ее. И видим, что в данном аппарате все собрано на одной единой плате. Динамик более современный. Он уже стоит с таким... Хотя звук у того все равно лучше. Этот динамик более мощный. Типа 1GD-40. Вот. Значит, вся схема собрана на одной плате. Вот они, три резистора. Вот она, кнопочная станция у нас, да? Переключение каналов. А также сетевой выключатель. Более мощный, нежели P2K, примененный в переключении каналов. Значит, вот транзистор выходной P213. Такой же, абсолютно, кстати, как в Авроре. Вот. Конденсаторы фильтра стали поменьше. Может, из-за этого он потише играет. Вот. Те же контуры. Но все на одной общепечатной плате. И блок питания, и оба трансформатора, и регуляторы громкости. И ТД, и ТП. Вот еще интересная особенность. Разбирается он вот так вот. То есть, нечто похожее в конструкции аппаратов «Океан» приемников выпуска белорусского завода. То есть, вот эта вот его внешняя окантовка является деревянной. Что, кстати, неплохо. Тоже фанера, покрытая шпоном ценных пород дерева. Тоже, я думаю, определенный окрас звук вот именно вот эта часть его придает. Придает. То есть, в принципе, он играет гораздо лучше. Пластмассовых, просто чисто пластмассовых трех программников, которые стали потом выпускаться в большом количестве и в большом числе. И маяк, кстати, последующий, 207-й, по-моему, или 204-й. Он шел уже в полностью пластмассовом корпусе. Тоже Леонозовского завода. Вот такие вот вещи. Ну и, на самом деле, история трехпрограммных громкоговорителей, она была довольно длинная. Иначе в 61-м году закончилась она только, дай бог памяти, давайте обратимся к Валерию Харченко, спросим у него на сайте. Последний трехпрограммник, известный мне, известный Валерию. Это приемник трехпрограммный «Орбита». Выпускался с 1995 года. Вот выглядел он вот так, уже такой футуристический дизайн. Приемник трехпрограммный «Орбита». Ай, секундочку, дайте-ка уберу. Вот такой вот последний трехпрограммник «Орбита». Выпускался даже в таком интересном варианте с питанием от кроны. У него была клемма для подключения батареи типа крона. Батареи типа крона. В случае, если не было, скажем так, электронапряжения почему-то в доме, то можно было, соответственно, запитать его от кроны и получить возможность приема трехпрограмм. Ну, были, как вы знаете, трехпрограммные приемники и с часами, с электронными. Вот один из них, из их вариантов, с 1993 года выпускал Севастопольский радиозавод имени Калмыкова. Вот такой вот интересный. Ну, стереофоническим он, конечно, не был. Вот, но, вот видите, по бокам два динамика и электронные часы зеленые, светящиеся. В общем, довольно большое количество моделей в трехпрограммниках было. И среди них довольно много интересных таких, не совсем обычных. Но сегодня мы вот рассказали вам только вот об этих двух, которые мне дороги, в частности, с тем, что вот Аврора это один из первых, а точнее третий, ну, если не считать приставку трехпрограммную, третий по счету отечественный трехпрограммник, вот, такой заслуженный. Ну, и маяк, в общем-то, как ее последователь, тоже, как, так скажем так, тоже как один из первых интересных. И один из самых, кстати, распространенных. Этих маяков было довольно большое количество выпущено. Часто они попадаются, попадались мне в Санкт-Петербурге, в Ленинграде еще. Вот, ну, на этом, пожалуй, все. Не буду, так сказать, вас больше утомлять. Огромное спасибо всем, кто дотерпел до конца моего длительного повествования. Вот, всех с прошедшими праздниками и с наступающим, так сказать, юбилеем проводного радиовещания. 97 лет будет в этом году, 21 июня, не забудьте отмерить. Все, остаюсь всегда с вами, Сергей. Всего доброго, спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok